Продукт компании Opel RT, Artemis, Artemida, расшифровывается как Advanced Real-Time Electromechanical Simulator, представляет собой набор блоков, алгоритмов и решателей с фиксированным шагом, которые оптимизируют модели Simulink электромеханических систем, созданных с использованием библиотеки SimPower Systems. Целью использования Artemis может быть повышение производительности симуляции, точности и скорости, запуск модели в режиме, аппаратное тестирование Hardware in the Loop Heal. Данные решатели содержат алгоритмы с фиксированным шагом интегрирования, предназначенные для приложений реального времени, а также являются совместимыми с генератором кода Simulink Coder. Помимо обычной десктопной симуляции, данные решатели могут быть использованы в среде RTLAB для распределенного выполнения симуляции на кластерах в режиме реального времени. Одно из ограничений моделирования в режиме реального времени заключается в том, что модель должна использовать решатели с фиксированным шагом. В жестких системах, как, например, силовые электрические цепи, традиционный подход заключается в использовании решателя с переменным шагом для решения высокочастотных компонент в поведении всей системы. Поскольку время решения на каждом шаге не является строго детерминированным, то решатели с переменным шагом должны быть заменены на решатели с фиксированным, что приводит к ошибкам численного интегрирования. Решатель Artemis с фиксированным шагом обеспечивает исполнение скорости расчета в режиме реального времени с одновременной точностью переменного шага. Набор включает в себя алгоритмы, специфичные для замыкания силовых цепей и необходимые для решения типичных проблем, изникающих при симуляции модели CM Power Systems в режиме реального времени. Например, для цепей с электрическими ключами Artemis рассчитывает все топологии цепи в матрице до запуска симуляции и использует методы развязки цепи, чтобы уменьшить размер и количество этих матриц. Artemis полностью интегрируется в окружающую среду Simulink в виде блоков Simulink и полностью совместим с генератором кода для исполнения в режиме реального времени или просто для ускорения модели. Давайте рассмотрим пример применения данного решателя на модели электролинии, которые представлены в примерах для CM Power Systems. Если вы хотите изучить подробнее этот пример, то можете обратиться в справочное руководство. Пример называется Power Mono Phase Line. Его моделируют 200 км линии электропередач, подключенных к 6 Гц источнику питания. Симуляция осуществляется с двумя различными моделями линий электропередач. Это модель с распределенными параметрами и модель с сосредоточенными параметрами, которая состоит из двух секций по 100 км. Модель с распределенными параметрами, точнее отражает волновое распространение и отражение сигнала в линию. Отличаются также частотные характеристики данных линий. При сравнении видна разница в частотной характеристике. Модель с сосредоточенными параметрами дает хорошую аппроксимацию импинансию только в диапазоне от 0 до 350 Гц. Для работы с решателями Artemis добавим блок из библиотеки. Также будет произведена замена блока с распределенными параметрами. Здесь показан блок с распределенными параметрами, а здесь показан блок решателя, который мы просто сбросили из библиотеки. Переключим в начале данный блок на обычный метод расчета, метод трапеции. Удалирование будет производиться с фиксированным временным шагом, что является важным требованием для системы с жестким реальным временем. Шаг времени будет равен 50 мкс. После запуска рассмотрим результат симуляции. Здесь видно, что в начале симуляции происходит осцилляция решения, и также огромная осцилляция происходит после срабатывания ключа. Данное колебание в решении при решении традиционными алгоритмами с методами трапеции или тастин вызвано наличием быстрых компонентов модели с распределенными параметрами, которые определяются малым значением емкости и входным сопротивлением ключа. Попробуем использовать алгоритм Артемица. Можно видеть, что качество расчета значительно улучшилось. При использовании алгоритма Артемица можно избежать подобных проблем с численным решением. Давайте рассмотрим другие примеры применения данной библиотеки и решателя. При расчете 6-импульсного конвертера напряжение происходит предрасчет уравнения состояния, что позволяет получить значительный прирост в скорости исполнения модели, достаточной для исполнения в реальном времени. В таблице приведено сравнение максимально полученного шага моделирования на машине реального времени с 2,4 ГГц системой QNX под управлением RTLAB. Цепь содержит 9 состояний, 16 входов, 18 выходов и 6 ключей. В данном примере разница максимального шага исполнения небольшая, но для приложения реального времени этот показатель существенен. Давайте рассмотрим следующий пример. Здесь представлена схема для 14-тиристорного частотного преобразователя. Модель содержит 16 состояний, 17 входов, 29 выходов и 14 ключей. Artemis примерно в 10 раз быстрее справляется с моделированием по сравнению с SimPower Systems из-за предрасчета матриц состояний. Стоит отметить, что это требует дополнительного места в памяти, порядка 512 МБ оперативной памяти. Данный показатель зависит от размеров модели, количества состояний и переключений. Следующий пример – это энергосеть средней мощности. Здесь можно видеть значительный прирост скорости расчета, который достигнет благодаря оптимизированному для запуска в режиме реального времени блока длинных линий с распределенными параметрами. В модели были задействованы 5 шин и 9 линий, и всего 3 ключа. В таблице также представлено время для расчета при распределении на 4 ядрах, что удобно делать и среди RTLAB. В библиотеке Artemis предусмотрено моделирование трансформатора. В самой модели линейная часть характеристики будет участвовать в матрицах пространства состояния системы, то есть в линейной части системы. Преимущество данной модели – это сохранение точности моделирования и отсутствия алгебраических петель при работе в режиме реального времени. Дополнительная информация по данной библиотеке и другим вопросам доступна на следующих ресурсах. Спасибо за внимание. Продолжение следует...